Следующая новость мне очень нравится. Она так о жизни и о музыке. Оказалось, что кошкам можно писать музыку, и кошачья музыка успокаивает кошек лучше человеческой. Что такое кошачья музыка? Правильно, я вот специально опять же ждал этого вопроса. Итак, кошачья музыка. Значит, первое, что нам нужно сообразить? Что музыка – это последовательность звуков, они между собой гармонизированы, и в целом музыка, даже человеческая, классическая в основном, благоприятно действует на животных. Это доказанный факт. Действительно, она их успокаивает. Но, подумали производители музыки, ветеринары в частности, это же странно включать зверям человеческую музыку. Почему? Потому что, например, наши диапазоны слышимости очень сильно отличаются. Мы слышим в разных диапазонах, поэтому, например, то, что слышит кошка, мы не слышим, и наоборот. Поэтому логично, например, мелодию, звуки сдвинуть в тот диапазон, который они слушают. Это раз. Второе, мы точно знаем, что кошкам нравятся звуки других кошек, как они мурчат, например. И поэтому это можно добавить в музыку, как музыкальный элемент. Ну, то есть, зачем кошке слушать скрипку, если она может слушать, как музыкально мурчит другая кошка. Ну, тоже логично. Вот. И стали производить такую музыку. Это исследование, и как бы это же происходило, разумеется, в Америке, там, как все устроено, особенно у ветеринаров, и начали эту музыку делать, продавать. А это первое исследование, которое показывает, что это действительно более-менее работает. То есть, взяли музыку, провели тестирование на кошках, замерили уровень стресса, оказалось, да, действительно, кошачья музыка предпочтительнее классической, человеческой. А где можно ее купить и попробовать на кошке? Нет, купить ее так просто нельзя. Я тебе говорю, что она распространяется среди ветеринаров. То есть, это как бы, ну, некий бизнес. А собачью музыку еще не придумали? Было бы круто, конечно, и собачью послушать, и что-нибудь более экзотическое. Но я думаю, до этого тоже дойдут. Субтитры сделал DimaTorzok